Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток! Человек, который находится сегодня напротив меня, не нуждается в представлении. Тем не менее, я хочу представить как музыкального критика номер один в России и, наверное, как эксперта в российской и не только музыке и за рубежом, и как человека, который занимается серьезной журналистикой, связанной не только с музыкой. Человек, который обладает определенной гражданской позицией, это Сергей Соседов. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Виктор! О том, что вы телеведущий, знает вся страна, мы в этой не будем говорить. Сегодня я хочу поговорить с вами больше о музыке, больше о тех моментах вашей жизни, которые, может быть, не все еще знают. Давайте поговорим, конечно, и о музыке, и о жизни. И о жизни, да, это очень важно. Вот, Сергей, для меня сегодня такая вот приятная неожиданность, что я говорю, вот я нахожусь здесь, только вам позвонил, и вы, несмотря на свою занятость, приехали и такой сделали... А мне оказалось просто сегодня свободное время. Жесть добра. Поэтому я пришел, да. Тем более, я тут не очень далеко живу. Первый вопрос, который я хотел бы задать. Вот, когда человек рождается в семье людей, которые не имеют отношения к искусству, ваша мама, ваш папа, царство небесное, они были людьми, которые не имели отношения к музыке. Сапа был милиционер, мама инженер связи. Я что-то говорю, люди, которые не имеют отношения к музыке. Вот, и рождается ребенок, который, собственно говоря, тоже не сразу, как бы не рождается музыкальным критиком, но, тем не менее, вы человек, который родом из СССР. Вот скажите, пожалуйста, когда вы жили в СССР, ведь повсюду было радио звучало, да, повсюду была песня. Как вы относитесь к той музыке, которую вы слышали в детстве? Как-то музыка на ваше восприятие мира, как она начала влиять? Конечно, музыка колоссально влияла всегда на мое восприятие и мира, и жизни, и быта домашнего. А как же? У нас очень любила музыку моя тетя, мамина сестра, Зиночка, Зинает Петровна. У нее было много пластинок, у нее была большая коллекция дисков. Там, кстати, были и Луи Армстрон в ее коллекции, фирма «Мелодия», Сара Вон, Элла Фитцберай. Это все издавалось у нас по лицензии, да, или там как. Фирма «Мелодия» все это выпускала, и Зина покупала это все в обычных советских магазинах. Не через десятые руки, не через порцовщиков, хотя порцовщики были, но она никогда у порцовщиков не покупала. Она покупала, ну, вот на обычные продажи в 60-е, в 70-е годы. Вот вам и железный занавес, говорят, был, да? Да что вы, мы про них знали практически все. Они про нас не знали ничего, а у нас издавались пластинки, и Битлз выходил на миньонов. Извините, несколько было миньонов Битлз. Большими дисками Битлз не выпускались, а миньоны были, и, по-моему, у меня еще остались от тети вот эти миньоны. И гибкие пластинки голубенькие, и миньоны виниловые, я их хорошо помню. И был журнал «Кругозор». Был журнал «Кругозор», конечно, у меня вот до сих пор есть «Кругозор», 70 какого-то года, на обложке на обратной стороне, «Джордж Харрисон». Двенадцатая сторона пластинок, то есть там было шесть пластинок по две стороны. Одна первая, вторая, 35, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 21. И двенадцатая сторона, да, на пластинке, ну там просто пять-шесть минут, это была всегда зарубежная эстрада. И вот на последней странице кругозора, на коробке, Джордж Харрисон, и там две его песни. У меня до сих пор этот кругозор лежит, как я перепирал архив, шкафчик. И среди пластинок, среди буклетов, миньонов обнаружил Харрисон. Причем это все цветная была, цветные обложки. Журнал был великолепный, кругозор, его очень любили, он всегда быстро распродавался. И тетя любила очень музыку, у него были проигрыватели, у него были проигрыватели, дружба сначала, дружба для пластинок, наверху, да, был для пластинок, проигрыватель ПИ, УКВ, ДВ, ХСВ диапазон. То есть там были радиостанции, которые мы там крутили, настраивали. Зарубежные станции глушились, конечно, но иногда что-то мы находили такое, да, что-то мы находили в нее, да. А потом у нее уже был стереофонический проигрыватель. Вот, и музыку я начал слушать у нее на дисках. Причем у нее была и классическая в том числе музыка. И когда она мне подарила первый концерт Чайковского в исполнении Эмили Гиллиц, мне было 6 или 7 лет. И вот как я так услышал эти звуки, со мной скучилось что-то невероятно. Я до сих пор помню это состояние, и каждый раз я в него вхожу, когда слышу начало первого концерта. Я всегда встаю, когда слышу эту музыку. Я не могу это сильно слушать. А тогда, я помню, я был в отцепенении в таком, я потерял дар речи, я стоял, я вообще не понимал, что происходит. Во мне все там внутри, все переворачивалось. Меня бросало то в жар, то в холод. В общем, тетка тогда даже испугалась. Она подумала, что со мной что-то случилось. И щупала мне лоб. Она, что с тобой, что с тобой? А я молчал, не мог ничего сказать. Она щупала лоб. Она заболел, наверное, заболел. А музыка играет. Я слушаю. И она действительно не на шутку забеспокоилась, что со мной стало. А я вот до сих пор помню, и вот эта музыка, и она как будто через меня проходила. Это волшебство, да? Это было что-то невероятное. Да, да. И именно вот первый концерт Чайковского. Хотя, конечно, у нее были пластинки и записи на симфонии Моцарта, и Баха мы слушали. Сергей, а еще помните... Но именно Чайковский, их первый концерт, вот произвел на меня такое впечатление. И он на меня до сих пор производит такое впечатление. Я говорю, это что-то совершенно невероятное. Я говорю, я и сейчас, мне трудно говорить об этом ощущении. А что мог сказать семилетний ребенок, он вообще не мог ничего понять. У меня было такое впечатление, и такое пришло понимание, будто эта музыка про меня. Она как будто вот что-то вот про меня, она вот, как будто это вот мое. Как будто это связано со мной неразрывно, с моим внутренним миром. То есть, получается, до и после, до и после, то есть, произошло некое такое, я бы сказал, воздействие раз и навсегда. И я потом слушал этот концерт постоянно на диске, и когда собирались у нас на праздники, собирались гости, когда это было принято, собирались родственники, друзья, там, день рождения чьей-то, Новый год, или 1 мая, 7 ноября. Было принято, это нам, у нас было очень много родственников, было папины имени особенно, и просто друзей очень хороших. И когда мама говорила, отключи что-нибудь, поставь для фона какую-то пластинку, я ставил первый концерт Чайковского. Да, 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 это было совершенно невероятно. Да, и начало я слушал, что я упроигрываться навсегда. Вот так на меня это подействовало. А потом меня отдали в музыкальную школу, потому что как-то я стал подбирать мелодии. Мы были в гостях у папиного хорошего приятеля Андрея Маргунова. Это какой-то дальний родственник Евгения Маргунова, актёра. Он работал в кукольном театре, я очень хорошо это помню, с куклами. Что-то с куклами связано было, и получалось 70 рублей в месяц, это была минимальная зарплата. Его жена Кира негодовала, а мне было 6 лет, когда мы туда приехали, к ним в гости, куда-то на Таганку, старый дом до сих пор помню. 70 рублей, она говорит, такие копейки, такие копейки, это же совершенно невозможно. Вот, пивник была старая копейка, и меня попросили что-то сыграть, может быть, что-то там поимпровизировать. Это уже когда вы учились, да? Нет, это мне было 6 лет, я ещё в школу не ходил даже, да. И я был человеком довольно застенчивым и скромным, очень всегда таким ципетным из детства. А здесь во мне как-то открылось что-то такое лёгкое. Мне самому захотелось играть, какая-то открылась свобода, причём совершенно внезапно. И я сел, я вот сейчас вспоминаю себя, да я сейчас бы так запросто не сел к инструменту, как тогда я сел. Я даже не знаю, что на меня нашло. И я это помню очень хорошо, я стал подбирать мелодии какие-то, старых песен, гармонии. И у меня вообще было ощущение тогда, что я играю, играю в общем хорошо, подбираю. И они все были очень удивлены, только и Андрей с Кирой, и мои папа с мамой. То есть у вас пальцы сами как бы начали... Да, и я помню, что мне это доставляло удовольствие, и у меня получалось это. А не то, что я там играл и всё не туда, а что это вот оно складывается. И когда я впервые сел именно за большой инструмент, потому что дома у нас было детское такое пианино, буквально на 2 или на 3 октавы. Небольшой такой инструмент. Мы тоже со струнами, он играл детское пианино. Сейчас не знаю, есть ли такие. Нет, я помню, такие деревянные были. Деревянные, да, да. И там действительно было настроено. Настроено, да, да, да. Всё настроено, всё темперировано и строится, полутона, безусловно. Я бывал в Москве, у многих таких детей были тогда. Да, 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 да. Вот, и вот я на нём только и впервые вот сел за большой инструмент, за пианино такой, чёрный такой, да, старый, наверное, немецкая фирма. Вот, и я начал играть в 6 лет. И у Этира с Андреем, и говорят, и моим родителям, что, может быть, его надо отдать в музыкальную школу, отдать в музыкальную школу. И меня отдали родители в музыкальную школу. И я окончил эту школу, это школа номер 49, на улице, на набережной Новикова-Прибоя. Сейчас эта школа носит имя Василия Васильевича Андреева, и она располагается именно на набережной Новикова-Прибоя, а на живописной улице. Это всё недалеко от Серебряного гора, где я вырос, куда меня водила бабушка, родился я на улице Демьяна Бедного. Да, всё это, кстати, близко от этих вот краёв, где мы сейчас находимся. Здесь раньше же был вот рядом военный аэродром, да, это была, считай, в то время это была, не центр ещё был, да? Это был не центр, это была окраина, когда вот родители, папа работал за квартиру на улице Демьяна Бедного, Крущевские пятиэтажки, то есть они сами строили эти пятиэтажки, то есть он лучше был строителем, чтобы получить эту квартиру. В 64-м они её получили, я родился в 68-м, и вот на старых фотографиях видно, что за нашим домом большой такой лук, прямо вот деревья такие, говорит, вы что, на даче, мама? Он говорит, нет, это за нашим домом на улице Демьяна Бедного, как мы въехали, вот, вот так. Сергей, вот многие люди считают... Да, у Чапиннисты как раз очень вкусно, здорово. Многие люди сегодня считают, что самое главное, это вокал, да, вокал, пение такое, значит, какой-то материал там и так далее. Вот моё мнение, хотелось бы услышать ваше, моё мнение, что, например, был такой у нас всенародный любимый Марк Бернес, скажем, да? Да, я его всегда привожу, пример. Или Утёсов. Да. Или сегодня Опальный Макаревич, да? Они не обладали особенными голосами, но народ их любил, скажем, тот же Цоль, да, Виктор? Это дело не в голосах, это совсем не в голосах. Так нет, я вот как раз хочу сказать о том, что человек сначала должен быть личностью какой-то, харизматичной, что-то иметь внутри, какой-то опыт, какую-то душу, пропуская через себя что-то нести. И вот если он поёт душой, вот это исполнитель. А если он берёт ноты, вот знаете, бывает, человек поёт по нотам, очень красиво, очень высоко, 4 октавы, а души нет. Вот вы проясните мне, пожалуйста, как ситуацию, как вы видите, что такое настоящий артист? Виктор, вы, собственно, всё объяснили и сами ответили на все свои вопросы. Дело в том, что артист, любой артист, который выходит на сцену, неважно в каком виде искусства, в каком жанре, он несёт должность, некую мысль, зачем он вышел к зрителю, что он хочет сказать, что он хочет донести. У Майи Михайловны Крисецкой, величайших гениалью балерины, журналисты как-то спросили, что главное, Майя Михайловна, в профессии балерины. Она улыбнулась и сказала, вы ждёте от меня, я знаю, какого ответа, что главное, притеба поэте, станок с утра до ночи, сматывающий диеты, значит, антроша высокие, плие совершенное. То есть всё подчинено работе в зале над телом, на хореографии, пластика и так далее. Нет, сказала Майя Михайловна, не это главное. Главное для балерины – голова, мысль, которую она хочет донести до зрителя. Эсимметрия, двумя поэте, бесконечным этим станком с утра до вечера, этими занятиями, совершенными антроша, восхитительными хореографическими линиями. Это всё средство. А ради чего всё это? Ради какой мысли? Вот это важно. И она совершенно права. Поэтому её танец, её трёхминутный лебедь Син Санса – это метафора человеческой жизни. От рождения до смерти. То есть в течение трёх минут Майя Михайловна, ну и так же, кстати, и Уланова, и Анна Павлова – гениальные исполнители лебедя. Это три разных лебедя. Вот за три минуты Плесецкая показывает жизнь человека от рождения до смерти. Все этапы. Мысль. Да, вот это. И она всегда бывала оскорблена, обижена. Когда зритель в середине её танца, когда она делала волнообразные движения руками, а у неё вся рука превращалась в волну, вот в такую, зритель начинал аплодировать, она говорила, что это значит, я неправильно что-то донесла. Это не трюк. Вот это то, что я делаю. Волнообразные движения руками – это не трюк. А это необходимая часть развития моего образа, моего лебедя. Вот он начинает, да, он только делает движения крыльями, он входит в жизнь, он начинает летать. А это не трюк. А люди воспринимают это как трюк. Когда говорят, я вот считаю, что я, значит, что-то недоделывал. Но не всегда. Бывает, что люди молча смотрят. Но это всё-таки как-то немножко метафора. Давайте всё-таки вернёмся к музыке, к артисту. А в музыке то же самое. Абсолютно то же самое. Тем более там есть слова. Здесь метафора, она без слов показывает жизнь лебедя. Без слов. А когда ещё вам даны слова, язык и голос, простите, и подавно вы должны нести мысль. И подавно. Понимаете? А у нас часто, сейчас особенно, ну, в последние годы, так скажем, такая тенденция у артистов выходить, чтобы голос показать. У меня голос, да? И просто сказать, какой у тебя голос. Как у всех. За тысячелетия, за века искусства в мире было столько голосов, таких удивительных, которые не только нельзя переплюнуть, их нельзя повторить, им нельзя приблизиться. Столько гениальными были голоса. И вы хотите голос показать? Какой голос? Ну, это просто даже, что вы можете, какой вы голос можете показать после Шаляпина, Каруза, Калас и Руслановой. И вы какой голос хотите показать? Вы не смешите меня. Хочется мне им сказать. Мне же понравилось, что вы назвали Руслановой. Я очень люблю. Игорь Андреевна, ну что вы. Это просто потрясающе. Это самородок. Это надо родиться такой. Это как Луи Армс, вот можно сказать. Так вот сравнить друг. Как Брэдди Меркьюри, да. Это самородки. Их никто не учил. Да, они брали уроки, там, вокала. Кстати, та же Русланова брала уроки у профессора Саратовской консерватории. Да. Но она уже до этого уже была. Да, конечно. Одарена. Как она серьезно относилась к бедене. Безусловно. Звикину, которая была привода поставлена голоса. И она работала на заводе. Вот сегодня вы ее взяли, чтобы ее закончили. Училище музыкальное. Конечно. Вот Азыкиной можно даже не говорить. Я хочу сказать, знаете, о чем? Вот смотрите, сегодня каждый год Гнесиных, да, выпускает сколько разных специальностей, да? Заканчивают люди магистратуру, аспирантуру, композиторские, значит, сольные. Куда все эти голоса отправляются, да? Не все же попадают в Большой театр, не все попадают в Ласкало, куда-то на большие сцены. Не все такие, скажем, как вы сказали, там, коррозия и так далее. Кто-то идет преподавать, кто-то вразовые какие-то проекты. А кто-то идет вообще заниматься чем-то другим. Да, другим. Осознает, что он все-таки себя не нашел, но... Это особый случай, ведь я вас перебью, простите. Конечно, да. Леонора Валерьяновна Виляева, знаменитая ведущая музыкального киоска, 62 года, бессменная ведущая. Я помню, конечно. Музыкального киоска, 62 года. Она ведь училась на оперную певицу. И она окончила институт имени Гнесина по классу оперного вокала. И она... Она окончилась красным дипломом. И сразу после экзамена по вокалу, где ей поставили отлично, она потеряла голос. Потому что ее, оказывается, неправильно учили. Она перетрудила свой голос. И ей его хватило только, чтобы сдать экзамен на отлично в институте Гнесина. И домой она уже приехала больная. Голос был все. Он ей отказал. И ей сказали, вы не сможете больше петь. А она окончилась красным дипломом в институте Гнесина. Как? Она готовила себя к карьере оперной дивы. А у нее внешность какая. Леонора Валерьяева. О, чудо и чудес. И вот она стала думать, что делать. Она поначалу подрабатывала переписыванием нот для музыкантов. Потому что у нее уже была маленькая дочка. Надо было как-то содержать ее. Да. И потом вот вскоре, непрошлое года, ей предложили работу на Центральном телевидении, в роли ведущей музыкального феоста, где она рассказала классической музыки. Это было невероятно совершенно. Те, кто помнят эту программу, эту ведущую, конечно, не могут забыть ее. Как она вела, как это было легко, красиво, информативно, свободно, артистично, невероятно. Вот такая вот у нее судьба. Кто-то, значит, все равно. Я, Виктор, почему я так говорю? Это не зря, не зря получилось. Кто бы не окончил музыкальный вуз, или там училище, колледж, не важно, даже музыкальную школу, те знания, которые он там получает, они навсегда остаются с ним, они влияют на всю его жизнь. И даже если человек уходит из этой профессии, по разным причинам, причины могут быть совершенно разные, все равно музыка влияет на его, не только мировосприятие, не только на его жизнь бытовую, музыка влияет и на его, ту профессию, которой он начинает себя посвящать, пусть даже эта профессия не связана с музыкой, но музыка все равно будет влиять на эту его новую профессию. Зря никогда ничего не бывает. А не всем дана возможность блистать на сценах лучших театров. Большого, Ласкана, Метрополитен и так далее. Это не всем такая удача улыбается. Так что же, закрыть вузы, ограничить прием абитуриентов, вокалистов? Нет. Если мы ограничим, то им вообще никого не будет. И из этой массы наученных петь студентов кто-то обязательно отсеется, а кто-то выкристаллизуется и станет вот тем бриллиантом, который будет блистать на мировых сценах. Понимаете? То есть количество перейдет в качество. Большое количество будет принято. Значит, будет больше выбор, из кого выбирать. А если мы сократим этот поток абитуриентов, из кого мы будем что выбирать? Мы вообще ни из кого ничего не выберем. Вот и все. Скажите, вот сегодня то, что происходит, история повторяется. Да, общество в какой-то момент, скажем так, государство уделяет внимание цензуре, уделяет внимание музыке. Чем хороша советская песня, что профессиональные певцы на стихи профессиональных поэтов, на музыке профессиональных композиторов сочиняли прекрасные произведения, которые живут и сегодня, и их сегодня поют, и они сегодня звучат, и их переделывают, и они будут всегда. Вот. Сегодня же идет такой процесс, уже хорошо, что некоторые песни, не называют песни, а называют треком, да? Какой-то шумный создается, постоянно, значит, десятки тысяч треков. Звуковая дорога. Да, звуковая дорога загружается в интернет. Смотрите. Трекор вообще путь-дорога. Да. То есть, вот этот мусор весь музыкальный, назовем так грубо, загружается в интернет, да? Вот уже каждый второй поет, танцует, пляшет и так далее. Вот эта вот тенденция ненормальная, да, вообще-то, как бы, или это нормально? Чем, чем, как вы видите, вот, допустим, и кто вам нравится сегодня? Вот, какие исполнители современные вы бы обратили? Виктор, ну, почему не нормальные, каково время, каковы и песни? Они отражали. Было великое время, были великие песни. Их никому бы в голову не пришло назвать треками, да? Да, да. Пришло другое время, появились другие песни. Ведь эстрада тоже менялась, понимаете? До-военная эстрада это было одно, после-военная эстрада это уже другое. Потом в 60-е годы, годы отцепили первые советские твисты, шейки, да, первые хиппи и так далее, музыка другая. Вспомним Эдиту Пьеву, Муслима Магомаева, которых ругали за легковесный репертуар, танцевальный репертуар. Потом были другие песни уже в 70-е, 80-е. Потом в 90-е пришли годы, совсем все променялось. Сменился полностью музыкальный олимп, пришли новые герои, новые... И действительно пришли герои, тоже почти герои, да. Ну, герои, как условно, да. Герой своего времени, не герой, что герои, а герои, герои своего времени, да, это 90-е годы. Потом пришли нулевые, уже с электроникой, компьютерной музыкой, технологическими этими вот программами, на музыкальных, все построили технологии, на сэмплах, клубах, то есть на музыкальных консервах, так скажем. Потому что ушла живая музыка, уже мало кто может позволить себе записывать аранжировки с звуковыми инструментами, натуральными инструментами, живыми, использовать ансамбль, оркестр, с живыми инструментами. Берут уже готовое, записанное, консервированное из этих программ музыкальных, компьютерных, из этих технологий. Берут целыми кусками, ритмоформулами. И это уже мертвая музыка, понимаете, мертвая. И раньше была поэзия в песнях, потом стали слова и тексты, уже поэзия стала уходить, и тексты стали, ну, просто нести какие-то мысли важные, серьезные. Стали говорить музыка, там, такого-то автора на слова такого. А сейчас уже и текстов нет в песне. То, что мы сегодня слышим, это набор ритмов, ой, это набор ритмов, каких-то гэгов, случайных порой ритм, чай, не скучай, или ты есть мой Эверест. Меня вот всегда удивляет, певица, какая-то певица поет по радио, ты мой пролюбовь, ты мой Эверест, ты мой, ты у меня есть. И в припеве ритмоется есть и Эверест. Я думаю, неужели ты ничего не понимаешь вообще, не только в музыке, там, в текстах, да, в песенах, ну, даже в жизни. Во-первых, чтобы любовь была Эверестом, ну, это должна быть такая история жизни, почему Эверест... Недостижимое что-то, да, это образ... Да, с чего это ты говоришь, что ваша любовь Эверест? Из текста песни этого не следует. Вы встретились с чего-то, погуляли туда-сюда, я рада, ты со мной, мы с тобой, да, да, ты мой Эверест. Ну, да, да. Где он, Эверест? Это и не следует из текста, он что тебя спас? Ты была на грани смерти, он тебя спас в бою, или ты падала с горы, альпинистка моя, будто перчевая, да, и он тебя спас. Сергей, все-таки кто... Станал, но держал, да, по-высоцкому. Кто сегодня все-таки... Нет, нет, я не договорил. Вот тогда ты могла бы сказать, что ваша любовь Эверест. Да. или для того, чтобы сказать, что наша любовь Эверест, вы должны быть такой парой, как, ну, как, не знаю, как Федерико Феллини и Джульетта Мазина, как Мастер Старкович и Галина Павловна Вишневская. Вот мы можем сказать Эверест. Нечто недостижимое. Да, вот тогда Эверест. С какого перепугу у тебя любовь к Эверест? Ты вообще, ты думаешь вообще, что ты поешь? Я думал, что это только одна певица с такой рифмой, Вить, ты не поверишь. А недавно совсем слышу другую певицу, случайно в такси меня везут на съемки, в такси работает какой-то там радиостанциаль. Другая поет. И тоже та же рифма Ты есть мой Эверест. Думаю, я даже рассмеялся прямо в такси. Они друг друга берут просто, да. Я в такси рассмеялся. Другая мелодия, совершенно тембр другой, другая поет. Но то же самое. Есть мой Эверест. Но это смешно. Это абсурдно. Они даже не думают, что это дико, что они произносят. Они даже, они считают, что это круто. Есть мой Эверест. Или чай, не скучай, или... Ну это, понимаете, это просто... Или вот раньше была Витя, остановите, Витя, надо выйти. Витя, остановите. Витя, остановите. Это потом еще где-то стало. Витя, надо выйти. Витя, остановите. Это абсурд полнейший. Просто набор Витя. Текста нет. Набор Витя. И смысла нет. Набор слов, естественно. Что такое текст? Текст это законченная мысль. Раньше вот критики, там, советское время, литераторов, журналов. Сейчас нет петельной поэзии. Сейчас только тексты. Чтобы они сейчас сказали. Тексты. А я думаю, а что плохого текста? Текст это законченная мысль, извините. А они считали, это недостаток, должна быть поэзия. А сейчас и текстов нету. Вообще нет ничего. Раньше если авангард был, допустим, это, скажем, Хлебников, Велимир, или, допустим, там, Маяковских, какие-то были такие, из ряда вон. Или Парни, Абериуты. Ну да, это же не слово, не слово, какой смысл, да, все-таки, какую оригинальность, и что сегодня. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, услышать от вас, все-таки, кого вы сегодня считаете вот на сцене, вот, кто поет сегодня у нас, кто у нас поет, кто по-вашему является достойным вниманием. Достойным вниманием, безусловно, на сегодняшнем этапе, конечно, это Полина Гагарина, это Дима Билан, но они уже к молодым, как говорится, я не знаю, они молоды, безусловно, да, 40 лет, да, но по эстрадным меркам, конечно, они уже не молоды, безусловно, но, конечно, это качественные артисты, с хорошим репертуаром, с хорошей техникой вокальной, они здорово работают, интересны, и они выросли оба на наших глазах, и Дима Билан, вот прям вот, на моих глазах выросли, и Полина Гагарина, из «Мальчика» превратился настоящий, из «Ночного хулигана» он превратился в действительно большого артиста. И Юра Азеншпиц, конечно, много сделал для него, собственно, он его и сделал, все остальные уже использовали, то, что создал Азеншпиц, и Полина Гагарина от «Фабрики звезд», да? Тогда она была совсем припевочка, так, ну, так, как все, ничего особенного, и вдруг она вот стала расти, 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 и сейчас, конечно, она прекрасно поет, она прекрасно работает, у нее пошла энергия, идет энергия, от артиста очень важно, чтобы шла энергия. вот они, ну, и старый, конечно, школа, и старый, приятный, конечно, назову Долину, конечно, Долина, да, Долина, без дураков. Ну, она никуда и не дуралась, собственно говоря. Поет здорово, и, мне кажется, сейчас даже ее время пришло, она была, но как-то она была, были другие, она была, а вот сейчас, мне кажется, ее особенное время пришло, Долины, все ушли, все растворились, очистили площадку. Кто ушел, кто в мир иной, кто по разным причинам, кто по дурости, да, своей ушли, да, растворились. И вот она осталась, и она осталась справедлива, она осталась законна, по законам искусства, по законам времени, потому что она всегда держала планку, и я с восторгом на нее сейчас смотрю. И, кстати, я хочу сказать, что я никогда никто ничего плохого-то и не сказал, не было вот этой грязной какой-то истории. Нет, 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 она всегда отводила от себя все истории бытовые. Ну, вот там иногда она вот там с мужем, вот с этим, который, да, потом она не ушла. Ну, и то это было аккуратно, все это было все равно, все было, как говорится, в рамках. Да. Она никогда не скандалена, она никогда не раздувала того, чего не было. и всегда шла вот этой своей дорогой, пела то, что она хотела, бралась за все абсолютно, за любые жанры, за любые стили. И меня это всегда восхищало. Вот она не боится ходить в любую воду. Что-то получалось у нее здорово, что-то просто хорошо, да. Но мы никогда не могли сказать, что что-то у нее провалилось вот совсем. Не было кровати. Что-то было действительно великолепно. Джазом, я люблю ее работать. И джазом она всегда пользовалась. И в обычной эстрадной песне эти отклонения какие-то были. И рулады, вокалисты все время. Джаз ее всегда манил. Джаз это ее. Ихрановал джазом. Вот с Бутманом была программа давнишняя в Зале России. Но это же любо-дорого. Я помню, я в восторге был тогда от этой программы. В восторге. Она вернулась к джазу после какого-то перерыва тогда. И молодец. Вот просто молодец. Не каждому дано так идти уверенно. Как-то вот вне моды. Были модные артисты, были там крутые артисты. А вот все они, эти все модные, крутые вдруг сошли в одночасье. А вот она осталась. Вне времени, да? Вот она как-то осталась. Я не знаю, вне времени или во времени. Или во времени. Я не знаю, она во времени осталась. Вот это очень здорово. Это тоже редкая судьба. Я очень рад за Ларису, что у нее такая долгая судьба. И сейчас, мне кажется, вообще ее звездный час. Вот я считаю, что сейчас ее лучшее время поступило. У других в это время уже спад. И такой спад, что мама не горюй. А у нее взлет, вот в ее возрасте. Фантастически здорово. Я восхищен. Лещенко, Лев Ильянович, старается держать, ну извините, 82 года. 82 года, куда к черту? Ну это удивительно вообще. Прекрасный концерт. И новые песни хорошие, достойные. Ко мне приходил актер Александр Сергеевич Пашутина. Он тоже здесь рядом живет, вы знаете. Вот. И мы поговорили, так вот, такой душевный разговор у нас состоялся. В общем, и запись видео сделали. В общем, он раскрылся, рассказал, так все интересно. И мне запомнилась его фраза, когда он уходил, я говорю, Александр Сергеевич, спасибо за то, что вы так хорошо пообщались, так искренне, так тепло. Он мне так похлопал по плечу, говорит, видите, на моем месте любой советский человек поступил бы точно так же. Так вот и Лещенко, мне кажется. Он вышел из СССР, пока вот он идет, пока он поет, поскольку он живет, понимаете? Да, да, молодец, и он в корме, он, может быть, 80 лет, но вы меня извините, это великолепно, просто великолепно. Вот все-таки наша вся музыка, вот сегодня, современная, она вся вторичная, вы согласны? Сегодняшняя, да, да, безусловно. Ну вот, и то, что, допустим, мы называем ретро, там спорный вопрос. Все-таки у нас были свои особенности, здесь даже не надо быть, как бы, каким-то там экспертом, да, все равно. Была своя школа. Сегодня все вторично, да? Это абсолютно своя школа. Да. Абсолютно не похоже ни на сроку. Да, сегодня вот это вот все молотилка, все вторично. Вот я не могу понять, вот как бы, как вы видите, вот сегодня, если вас пригласят на какое-то телешоу, да, вы все время работаете на телевидении, вы очень устаете, вы выгораете буквально, но вы всегда говорите правду в лицо любому артисту, вы говорите всегда искренне. Вот, вот это вот, если вас пригласят на такой какой-то современный, на какое-то современное шоу, да, типа фабрики, типа, может быть, голоса нового, что-то такое вот будет, да? Скажи, а вы сможете этих людей вот как-то вот судить, как-то сможете разбираться в этом? Абсолютно. Что же там судить? Да, конечно. Я могу любое произведение музыкальное разобрать вам с разных точек зрения. И артисты, которые транслируют это произведение, исполняют его. То есть, с точки зрения музыки, мелодия, оригинальность ее развития, гармонии, со стороны текстового содержания, образа артистического и образа песни, подача этого произведения артистам, как это исполнено, так сказать, вокально, музыкально, да, инструментально, потому что голос – это тоже инструмент, как это подано, донесено это или не донесено, насколько драматургично было это исполнение, найдена ли правильная, грамотная драматургия этого произведения, то есть завязка, некое развитие темы, да, движение вперед, кульминация, верхняя точка, да, где предел уже, да, и эпилог, кода, финал. Песня подчиняется тем же самым законам. Понимаете, это мини-сонатная форма песни. Док экспозиция, развитие, разработка, племминация и кода. Абсолютно. Только всё именее, именее формат. Миниматические формы, да. Поэтому, почему же я не смогу тут разобрать. Ну да, здесь всё проще. Я работал в разных шоу, шоу «Дисфактор» на Украине, в Беларуси «Фактор Бай». И здесь я тоже в России не раз был членом жюри разных конкурсов. Не обязательно тех, кто показывает телевидение. Сегодня вообще очень много музыкальных конкурсов. Люди хотят петь и платят деньги за участие в конкурсе. Приглашают известных певцов, педагогов и даже неизвестных певцов, педагогов. Снимают там ДК, дома культуры и устраивают такие конкурсы. Таких конкурсов очень много. Я несколько раз участвую, был членом жюри. Разные градации. Там, например, дети до 18 лет. От 18 до 30. Там бывает от 30 и выше. Ну, разные градации. И я всегда могу сказать человеку, что у него получилось, что у него не получилось, где он дотянул, где он не дотянул, а где он вообще не понял, зачем он вышел на сцену, что он исполняет и так далее. Опять вопрос, да? Что главное в профессии певца? Голос? Как выйти? Нет. Главная в профессии певца, как и в профессии балерины, скульптора, художника, учителя, врача, кого угодно. Главное в любой профессии. Голова. Голова. Мысль, которую вы хотите донести, с помощью которой вы хотите сделать то или это, или третье, или пято, или десятое. Что-то создать в этой жизни, чтобы оставить на себе след, быть полезным людям. И слушатели все-таки народ не обманешь. Народную любовь каких-то невозможно, потому что, когда покупают вот эти ротации, когда покупают там где-то в каких-то топ-чатах, оно оттарахтело и забыли только что трек проходящих песен. Конечно. Потом переключили на другой канал радийный, на другую волну перешли. Маленький поворот тумблера, ручки на миллиметр, и звучит уже другая песня. Другой трек. Да, да. Сергей, я очень благодарен за то, что вы сегодня нашли время встретиться. Я вот хотел еще такой вопрос задать. Вы все-таки много работаете. Вы всегда работаете на телевидении много, вы участвуете, как вы сказали, во многих жюри и так далее. Как вы находите в себе силы восстанавливаться? То есть, как вы отдыхаете? Я могу сказать, я сплю. Я сплю, да. Лучше удостоверение. Да, я сплю, я ложусь и все. Если я выжатый, я просто вот до подушки и тут же засыпаю. Сон. Я могу спать, если я устал после съемок, я могу спать очень долго, 10 часов, даже 12 часов. И сон – это лучшее средство восстановления. Именно сон. И последний вопрос. Вот сейчас говорят, все время говорят, что вот кризис экономический, кризис политический. Я всегда говорю, что это рождается сначала ухлотом в головах, а потом как зараза, как эпидемия начинает распространяться. Как бороться нам вообще с депрессией, с плохим настроением? Вот ваш рецепт. Что надо сделать, чтобы все-таки продолжать жить нормально? Вот просто, потому что многие сегодня находятся в каком-то подавленном настроении. Ну, понятно, что есть на то причину, но тем не менее, все равно надо находить себе силы для того, чтобы жить дальше и расти детей, ходить на работу там и так далее. Вот какой ваш рецепт хорошего настроения хотя бы и жизнедеятельности, способности веры в лучшее? Ну, я понял. Я уже давно для себя уяснил это. Я, наверное, всю жизнь пытался найти такой рецепт. Универсального рецепта, наверное, нет здесь. Главное, что я понял, это умение создать в самом себе, выставить в самом себе нужное умонастроение. Вот так себя настроить как-то на спокойный лад, на какое-то созерцание. Вот уйти от этих проблем. Дело в том, что мы не уйдем, то есть не будет такого момента в нашей жизни, пока мы живы, это я тоже понял, когда у нас не будет вообще никаких проблем. Такого не может быть. Все время что-то происходит. Такое-то движение. Вы в работе, да? Что-то не получилось, вы заболели вдруг, да? И вдруг там такое всякое страшное, вот вы как будто выходите из этой колеи рабочей. Кто-то там что-то вам недоплатил, или кто-то попросил у вас в долг, и вы переживаете, что вам там могут не отдать, или там что-то задерживать. Все время вот что-то происходит. Вроде все хорошо, и на работе все, и с детьми, да, хорошо, и в семье вроде все здорово. Все как будто, но все равно что-то, бах, что-то происходит, кто-то вдруг попал под дождь, замерз, пришла в ноги мокрые, там, или пришел в мокрые ноги, холод собачий, и сразу какая-то усталость. Все время, понимаете, что-то будет плохо. Не бывает, чтобы все было хорошо. Никогда. Причем в школьные, в детские годы в школьные, это одно, да? В студенческие годы это другое, хотя то же самое. Потом ты работаешь вроде легко, где-то легко, потом понимаешь, что все-таки трудно, да? И легко и трудно, вот оно все время в жизни, оно вот так вот перемежается, и никогда не будет этой вот ровностью, чтобы было все хорошо у вас в жизни, в жизни ваших близких, в жизни ваших друзей, коллег, или в жизни там общества, в жизни страны, в жизни мира. Не может быть, чтобы было все хорошо, и такого не было никогда на протяжении всей человеческой истории. Значит, нужно в себе находить вот эти моменты успокоения, отрешиться от проблем. На работе там что-то, что-то у кого-то, что-то не дали, что-то не додали, обошли. Заболел кто-то, ну, с кем не бывает. Ну, а что делать? Ну, а что теперь? Не надо убиваться. Понимаете, убиваться не надо. Вы не измените ситуацию тем, что вы будете ее нагнетать, в себя накручивать. Ребенок ваш от этого не выздоровеет, от того, что вы будете накручивать себя, ах, как плохо, наоборот, еще ему передастся ваше отвратительное настроение. Или еще и болезнь усугубится. Или если вы в недуге в каком-то заболеете, значит, надо все бросать. Для меня, например, если я заболеваю, я заболеваю, я знаю, когда я заболеваю, на усталости. Когда ты работаешь, одно, и я уже знаю точно, когда я заболею, на усталости падает иммунитет, и у меня температура 36,1, а 36,2. Это мне сигнал к тому, что я должен отдыхать. Надо бросить все дела. Отказаться от этого, отказаться от этого. Извините, сегодня не приду. Извините, интервью не дам. Извините, давайте съемку перенесем. То есть вот что. Нужно освободить время для этого отдыха. Вы не можете всегда быть как пылающий фарик, как натянутая струна. Но если вы будете так себя вести, струна просто оборвется в какой-то момент, и все. И летальный исход. Я знаю таких людей, к сожалению, которые были, они, среди моих знакомых, которые работали тяжело, и вот, и спали мало, три часа, и вот они все время в движении, туда-сюда, побежала, поехала, поспахал, что-то на телефоне все время, я говорю, вот туда все время бежите, куда вы садите. А вот сейчас такая жизнь, а вот надо, а то сделают. И потом с ними встречались тяжелые истории. Инсульты, инфаркты. И моя очень хорошая подруга, на работе с тренером, и вот несколько последних лет, один вот был инсульт, потом вот второй, и она с трудом выкарактеривается, а была активная, вот искра из глаз петели, удивительная женщина, яркая, кустынер от Бога, шьет изумительно, она работала в музыкатерах, работала в музыкатерах, вот, и вдруг вот такая вот парализация, и все. И закончилась вся ее работа, она летела, стремилась, ее любили самые известные актеры и педагогицы. И сейчас вот она, ну дай бог, что было хорошо, как ее не знали, вроде что-то улучшать, но с речью тяжело, она понимает, все меня узнало, вот. Но дом, и прикована она в чесну, в каталке, вот и все. А вот и рвалась, и я так и думал, думаю, вот зачем она так, надо отдыхать, а она нет, ты ничего не понимаешь, я, это другой образ жизни, и вот она все время, и вот такое случилось. Поэтому надо дозировать свою активность. Человек не железный по своей природе. Иногда нам кажется, что мы можем и то, и это, но это все эпизодически. У каждого есть свой ресурс. У каждого есть свой ресурс, Виктор, абсолютно правильно. И надо понимать, что мы не сможем объять необъятного, мы не сможем расширить весь мир. Давайте просто делать дамо для близких людей, для приятных людей, для одного, второго. Не надо вот всех, всем, да, на разрыв и туда, и сюда. У нас не хватит, чтобы объять, обмотать весь мир. Не получится это. Мы порвемся сами. Поэтому надо думать, конечно, о своем здоровье. Сергей, я хочу пожелать вам, во-первых, думать о своем здоровье. И так думаете, вы всегда находитесь в эту золотую середину. Идет время, вы не меняетесь. И дай бог, чтобы ваша такая, знаете, творческая активность продолжалась. Потому что заслужить вот этот вот статус музыкального критика номер один в России, это не каждый сможет. Потому что вы на самом деле очень тонко чувствуете музыку, чувствуете людей, чувствуете артистов, чувствуете жизненный ритм, чувствуете, как меняется жизнь. И всегда находите верное решение и справедливое решение для каждой ситуации, для каждого человека, для каждого артиста. Поэтому я очень благодарен за вашу встречу. Желаю вам качественного долголетия. И будьте самим собой. А я другим быть не могу уже, Виктор. Ведь не могу быть другим. Даже если бы и захотел, не могу. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо, Виктор. Вам тоже здоровья. Оптимизма. Меня восхищает ваш оптимизм. Все время над целенностью, векторность, куда-то вперед. Мягкость, доброжелательность всегда. И каким-то видом спокойствия, не суетность. Это очень важно. Не надо вообще суетиться, друзья. Надо просто нормально жить. И получать удовольствие от жизни. Если вы удовольствие не получаете от жизни, от работы, от того, что вы делаете, тогда не надо все это делать. Нужно получать удовольствие. Если удовольствия нет, это первый знак того, что надо изменить образ жизни. Вот мой простой знак. Спасибо, Виктор. Спасибо, Сергей. Всего доброго. Всего доброго, друзья. Спасибо вам.